Семь лет тюрьмы для российской пацифистки Саши Скочеленко. Вот эта милая улыбающаяся девушка, это художница из Санкт-Петербурга. Все, что она сделала, это заменяла ценники в магазинах и сообщала людям правду о войне в Украине. И мы допустили, чтобы с ней произошло такое, что ей дали семь лет тюрьмы. Вот о чем мы сегодня поговорим. Здравствуйте, я Элина. Добро пожаловать на мой канал Enough of Propaganda или Довольно Пропаганды. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, шерьте информацию. Давайте сделаем правду доступной для всех. Именно так работают алгоритмы Ютуба. Большое спасибо. А вот эта так называемая судья Оксана Демяшева, запомните это лицо. Она действительно войдет в историю, как человек, который посадил Сашу Скочеленко. Она ее приговорила к семи годам колонии, семи годам тюрьмы. Причем отказалась устроить в разное время заседание, перенести на другое время для того, чтобы Саша успела вернуться в СИЗО, поменять батарейки в своем кардиомониторе. Это вот то, что пишет команда Навального. И нужно он, Скочеленко, из-за порога сердца. У человека больное сердце. Даже в зал суда не разрешили принести воду и лекарства. А уж про то, чтобы поесть или отпустить ее в туалет, даже речи не идет. И изменить меру пресечения сезона домашний арест Оксана Демяшева отказалась для Скочеленко. Боже, какая опасная преступница. При этом Пригожин, который дошел до Москвы со своими бандитами из Вагнера, получил назад все свои деньги, медали, цацки, золото и наркотики. При этом бандиты, которые напали на аэропорт в Махачкале, максимум кто-то из них, может, получил 15 суток, может быть. Тем не менее, полтора года находится в тюрьме Саши Скочеленко за несколько бумажек. За пять маленьких бумажек. И набор ее заболеваний, порог сердца, целиакия, глютен она не переносит, ей специальная диета нужна, ПТСР, биполярное расстройство и так далее. И это не остановило судью. Запомните это лицо. Вот какие жуткие преступления совершала Скочеленко. Это, кстати, Максим Мирович. Написал пост. И, кстати, очень полезный пост. Я с ним полностью согласна. Вот за такие ценники, рассказывающие о войне в Путинской России, дают 7 лет лагерей. Именно такой срок получила Саша Скочеленко, отважная художница из Петербурга. Когда страна в 2000-м выбрала чекиста, можно было догадаться, что он может построить только ГУЛАГ. И построил. Сталин убил больше десятки миллионов россиян. Больше десяти миллионов без всякой войны. И еще столько же украинцев заморил голодом во время голодомора. И мне еще находятся тут тролли, которые рассказывают, что этого не было. Моя бабушка это пережила. Лично. У нее ноги опухали, как подушки. И часть ее семьи умерли от голода. И еще 27 миллионов во время войны угробил. И теперь находятся бараны, которые говорят, мы можем повторить. Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов. Вот это один из ценников. Вот второй. Недельная инфляция достигла максимума с 98-го года. Из-за наших военных действий в Украине. Остановите войну. Вот такие ценники распространялась Кочеленко. Россия использует перевозные крематории. Ноль цинковых гробов с телами наших сыновей будет на этот раз. Остановите войну в первые три дня. В первые три дня погибли 4300 российских солдат. Почему об этом молчат на телевидении? Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне 4 года. Не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину. В таком духе. Во время афганской войны погибло 26 тысяч наших солдат. Сколько погибнет, если мы не остановим войну в Украине? Действительно, Саша Скочеленко это герой нашего времени. Она не испугалась. И до сих пор, полтора года в тюрьме, ее не сломили. Не сломили ее боевой дух и желание сказать правду. Потому что любому нормальному россиянину вот это все вранье должно претить. Настолько сильно, что тошнить всех уже должно начать. Я уже говорил вам, что в России нет закона, нет конституции, нет никаких прав. Давно пора понять, государство хочет вас убить. Путин хочет вас убить. Путин уже сейчас убивает россиян. Массово. Только за последнее время в Украине, за последние несколько, пара недель, 10 тысяч человек уже погибли. Вчера погибло больше тысячи. 1140. И каждый день. И причем 70% из них гибнет под Авдеевкой. Вот этот человек, Скочеленко, сказала вам правду. С самого начала. Вот что пишет команда Навального, пишет, приводит слова ее из последнего слова Саши. В языке следователя посадить человека в СИЗО означает взять в плен. Так вот, я не сдалась под угрозой плена, давления, травли, 8-летнего запроса срока от прокуратуры. Я не лицемерила, я не врала, я была честной перед собой и перед судом. Несмотря на то, что я нахожусь на решетке, я свободнее, чем вы. Я могу принимать собственные решения, могу говорить все, что думаю. Могу уволиться с работы, если меня заставляют делать что-то, чего я не хочу. У меня нет врагов. Мне не страшно остаться без денег или даже без крыши над головой. Мне не страшно быть не похожей на других. Возможно, потому... Поэтому мое государство так боится меня, и мне подобных, и держит меня в клетке, как опаснейшего зверя. Да, я пацифистка. Пацифисты существовали всегда. Это особый склад людей, которые считают, что жизнь является наивысшей ценностью из всех возможных. Пацифисты считают, что любой, даже самый страшный конфликт, можно решить миром. Я боюсь убить даже паука. Мне страшно представить, что можно лишить кого-то жизни. Такой уж я выросла. Такой воспитала меня моя мама. Войны заканчиваются не благодаря войнам, они заканчиваются инициативой пацифистов. Когда вы сажаете пацифистов в тюрьму, вы все больше отдаляете желанный всеми мир. А теперь у Скочеленко отбирают еще несколько лет ее жизни. За что? За то, что она сказала россиянам правду? Какая низость. Запомните это лицо. Этот маленький уродец, прокурор, оказывается. Вот этот сопляк, прокурор. Гладышев Александр Юрьевич. Который запрашивал для Скочеленко 8 лет тюрьмы. Гордится собой, наверное. Гляньте, какой гордый. Довольный. И началось все это не вчера. Вот это 2014 год, когда били плеткой пусси райот. Это из моего видео «Путин нарушает права ЛГБТ». Есть еще вот оригинальное видео. Я вам сейчас кусочки из него еще раз покажу. Чтобы вы запомнили, вот когда это происходило. Это происходило еще задолго до этого. Когда Российская империя ломала людям жизни. Когда Российская империя подавляла другие народы. Когда СССР это делал. Когда это делала Россия. Мы не позаботились тогда узнать нашу историю. Мы не позаботились узнать, что реально творит наша страна. Мы не заступились за вот этих девочек тогда. Еще находились те, кто поддакивал и подзуживал этим ублюдкам в форме казаков. Которые притворялись мужчинами и при этом били женщин плеткой. Если до тупых баранов еще некоторых не дошло. Что сегодня бьют их. А завтра бьют вашу жену, вашу дочь, вашу мать. Вот к чему это привело. А теперь россиянок и россиян сажают на десятки лет тюрьмы. Это вот Сочи, 2014 год. Олимпиада, видите ли. Вот как Путин учит любить роль. Очень надеюсь, что эти ублюдки закончат на фронте в Украине. И даже тел их не получат родственники назад. Они это начали. Вот они прямо бьют людей плеткой. Это быдло. Ничему не научилось. Очень надеюсь, что кто-то из них расплатится за свое поведение. Вот когда это все начиналось. И все молчали. Гордые собой. Женщин бьют. Какая сила. Какая мужественность. Еще нибудь мужчинами себя считают. У них небось есть жены, девушки. И не понимают, с какой мразью они живут. Хочу напомнить строки великого поэта Евгения Евтушенко. Из моей любимой поэмы «Казанский университет». У него есть стихотворение, которое называется «Первый арест». Правда, оно посвящено Владимиру Ульянову Ленину. Но слова его применимы к тому, что происходит сейчас в России. Я все стихотворение зачитывать не буду. Вы его сами найдете. Я просто приведу несколько очень важных слов, которые относятся к настоящему моменту. Как георгиевскому кавалеру самый памятный первый крест, так и революционеру самый памятный первый арест. Арестованный – это звание. Круг почета – тюремный круг. Арестованным быть – признание государством твоих заслуг. Где один человек настоящий, не под слежкой, но хоть бы один. В подозрительных несостоящий подозрителен как гражданин. В государстве рабов и хозяев поднят лозунг незримый на щит. Для спасения негодяев, благомыслящих не щадить. Почему должно быть грустно, если рот хотят зажать? Пусть грустят в России трусы, кого не за что сажать. Рот пророческий, зажатый полицейским кулаком, самый слышимый глашатой на России испокон. Страшно, брат, забыть о чести, душу вывалить в дерьме. А в тюрьме не страшно, если цвет отечества в тюрьме. В дни духовно крепостные, в дни, когда просветов нет, тюрьмы совести России, главный университет. И спасибочка доносчик, что властям подлец донес. И спасибочка извозчик, что в тюрьму отец довез. Вот уже ее ворота, конькуражится взыграв. Улыбается Володя, арестован, значит, прав. И эта старая пенсионерка, которая настучала на Сашу Скочеленко, продукт вот этой советской эпохи, этого советского дерьма. Но, слава богу, в России живут такие люди, как Саша Скочеленко. У нас еще есть надежда, пока они живы. Замечает пристав здраво, тюрем много, жизнь одна. Что бунтуете, вы правы, перед вами же стена. Но улыбка озорная у Володи. Да, стена, только, знаете, гнилая. Ткни, развалится она. Обмирает пристав ежесь. Это слышу я с трезва. Неужели есть возможность, что она того разва? Для него непредставимо, что развалится режим. Как давным-давно для Рима, что падет прогнивший Рим. Топтуны недальнозорки. Заглянуть, боясь вперед, верят глупые подпорки, что стена не упадет. Бедный пристав, дело скверно. Не потей, напрасный труд. Что ломает стены? Вера в то, что стены упадут. И они упадут. Ни одна диктатура не длится вечно. Вспомните тогда, на чьей стороне вы были. На стороне таких, как Саша Скочеленко, или на стороне ее тюремщиков и предателей. На стороне ее палачей. Вы стоите с Украиной, которая защищает свою свободу и помогает России тем, что борется с кровавым путинским режимом. Или вы были на стороне Путина и помогали ему давить свободную Украину. Вспомните, на чьей вы стороне. Подумайте о вашем будущем. О том, что будет с вашими детьми. Будут ли они честными и порядочными людьми, такими, как Саша Скочеленко, или их будут бить плеткой. Вот такие же туповатые казаки. Что будет с вами? Что будет со страной? Что будет с вашими детьми? Какое у нас с вами у всех будущее? Поэтому подумайте об этом. Я вас очень прошу. Можете написать мне в комментариях то, что вы думаете. Если не боитесь. Пока есть такие люди, как Саша Скочеленко, как тот прокурор, который отказался заниматься этим делом и ушел в отставку, не захотел, он сказал, что я не для этого пришел работать в Следственный комитет, чтобы сажать таких людей, как Саша Скочеленко. Вот эти дела фабриковать для Путина. И пока у России есть надежда. И надежда наша вот в этих людях, вот в таких, как она, а не таких, как то дерьмо, которое ее посадило в тюрьму, не таких, как ее палачи, судьи и прокурор. Запомним все эти лица. Лица героев и лица дерьма. Таких, как это судья, таких, как прокурор. Мы их всех запомним. У России есть надежда. И это надежда, такие, как Саша Скочеленко. И политические, те, кто сейчас в тюрьме по политическим мотивам. Свободу политическим заключенным. Свободу Саши Скочеленко. Свободу всем политическим заключенным в России и везде в мире. Спасибо вам за внимание. Хорошего дня или вечера. Узнайте правду и будьте информированы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok